В Брестском областном общественно-культурном центре состоялся концерт финалистов музыкального проекта «Песни о Бресте». История этого конкурса зародилась давно. Отборочный этап прошёл в феврале 2018 года. Желающих провить творческие способности оказалось немало. Всего было заявлено более 40 песен. Организатором выступил Брестский городской исполнительный комитет. Нам важно, что в праздновании тысячелетия, в подготовке празднования принимают участие не только профессионалы, работники культуры, работники образования, предприятия, организации, но и обычные люди, в том числе брещане, которые очень активно откликнулись на этот конкурс. Основная цель конкурса, проекта «Песни о Бресте» – это, конечно же, найти такое творческое решение, такую песню, которая бы соответствовала нашему празднику, тысячелетию. Конечно, найти то, что раньше такого подобного не было, какую-то новинку, изуминку. Брестские каштаны, город над Бугом, славься Брест нашим защитником, я приеду к тебе. И это только малое количество названий, порядка 20 финальных, таинственных и завораживающих песен, принадлежащих 17 авторам из разных уголков республики. Исполнители признаются, на них возложена большая ответственность рассказать историю своей музыкальной композиции, передать чувство автора, который в это творение по-настоящему вложил свою душу. Необходимо, чтобы вся песня от начала и до конца вызывала эмоции у зрителей, тем более, когда речь идет о городе-герое с богатой историей. Это грандиозная песня о Бресте, она действительно написана талантливым человеком, она написана с душою, там очень замечательные слова. Я бы даже сказал, что это мог быть день Бреста, эта песня, потому что она красивая, сильная, фундаментальная песня, и там есть, что попеть. Поэтому я решил, что не откажусь от такого предложения, прекрасного, на мой взгляд, потому что все мы люди творчества, и нам самоображаться тоже хочется. Не принимать участие в этом конкурсе было бы преступлением, с моей стороны. Я показал только часть своих произведений про Брест, и все три произведения прошли конкурсную программу у нашего жюри, и выделены сегодня на концерт. И не могу не сказать свой восторг, что хоть сегодня, в тысячелетии, такое мероприятие, очень необходимое людям, не только спорт, но и музыка, где душа отдыхает. Я рад за нашу культуру, что сегодня мы имеем праздник песен о Бресте. Попробовать свои силы в ярком и запоминающемся проекте покорить сердца зрителей могли все желающие, как музыканты-любители, так и профессионалы. Однако регламент все же напоминал участникам, заявившим свои песни о некоторых моментах. Грамотность, простота восприятия, запоминающиеся образы и ассоциации. Текст о лучшей песне был обязан соответствовать требованиям. Что касается музыки, то здесь все просто, смысловая и эмоциональная нагрузка только приветствовалась. Большую роль в песенном конкурсе играли авторы слов и музыки, которым важно было найти того артиста-исполнителя, справившегося с этой задачей на все сто. Песня «Город над Бугом» ее пробовали многие коллективы петь. И я пел с вербницей ансамблем, которым руководил. Но считаю, что достойное такое исполнение, достойное, наверное, лучшим людям, ветеранам труда и даже есть войны. Это городской хор ветерану труда, руководитель Нерода Олег Евгеньевич. И вот провели несколько репетиций совместно. Я посмотрел, сделана аранжировка для другого оркестра. И считаю, что это люди, которые действительно сделают праздник брещану. Концертная программа действительно удалась. Итоги продолжительных песенных баталий были подведены. В непрофессиональной номинации победу одержал Альберт Пославский, который исполнил своеобразный гимн о Бресте на слова Ларисы Семеновой. А что касается номинации профессионалов, победителем стал Александр Крутиков, песня которого прозвучала в исполнении группы «Музарт». На позажение всего концерта поддержку участникам оказывал Брестский городской духовой оркестр под управлением Валерия Коваля. Я люблю Брест, я патриот до мозга костей. Поэтому и написал. У меня было пару вариантов. Но третий вариант, кстати, я вариант этой песни написал на советской. Буквально за пять минут я быстренько его пропел и записал на телефон. Я уже понял, что это будет окончательный вариант. Я писал так, чтобы она была легкая. Задача такая была. Поэтому ей, в принципе, ничего сложного нет. Любой, кто захотел, тот и спел. Город наш Брест, видишь рассвет, тысячу лет, тысячу лет. Она такая маршевая, легкая. Я хочу поздравить всех нас с этим замечательным проектом, который прошел успешно в нашем городе. Он уже является частью тысячелетней истории нашего славного города. Но историей, конечно, не будут те песни, которые мы сегодня услышали. Я уверен, что эти песни будут звучать в нашем городе, прославлять наш город. Благодаря исполнению таких патриотических песен о городе над Бугом становится ясно. Его почитают, любят и помнят. Я в городе Бресте живу всего четыре года, но я в восторге от этого города вообще. И мне очень-очень понравилось мероприятие, песни сумасшедшие, красивые, все мелодичные. И они все с душой написаны. Это очень-очень важно. И я видела глаза людей, которые сидели рядом. Они тоже в восторге. Я очень люблю Брест. После концерта люблю еще больше. Я поздравляю всех брестчан с таким великим праздником города. Желаю крепко и чтобы всегда наш город расцветал и радовал и не только жителей, но и гостей. Юлия Селюк, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БугТВ.